Как мы узнали несколько минут назад в разговоре с премьер-министром, главные автодороги приведут в порядок в обозримом будущем в Украине. Но некоторые наши дороги, десятилетиями не видевшие ремонта, увидят этот ремонт еще не скоро. И все это потому, что у них попросту нет хозяина. То есть хозяин есть, но когда нужно залатать дыру, его почему-то не найти. Город пеняет на область, область на село, а есть же еще и ведомства разнообразные со своими дорогами. А ямы тем временем становятся все глубже, по некоторым путям, кроме как на танке и на чем другом не проедешь. Ну и на кого же при этом народу уповать? Может на себя? И что можно при этом сделать? Расскажет Дмитрий Волков. В Украине более 170 тысяч километров дорог, и только 5% из них находятся в хорошем состоянии. Куда же ведут эти 5% прекрасных дорог? Первая в рейтинге – Бориспольская трасса. Такими видят украинские дороги иностранцы, которые прилетают в Украину через Борисполь. Следующая – Киев-Чоп. Не до Чопа, конечно, только до Львова. Киев-Харьков можно ехать, отдельными участками Одесса-Рени, Киев-Одесса в неплохом состоянии и так называемая Варшавка. Из Киева по ней можно прямиком приехать в Варшаву. Остальные хорошие дороги ведут в места скопления важных и полезных людей. Дорога на конче заспу. Как только появляется выбоина, тут же работает ремонтная бригада. Или в Новые Петровцы. Жилец из резиденции Межгорье спешно съехал 3 года назад, но рядом и поныне обитают важные персоны. И едет депутат или министр каждый день из своего дома вот по такой дороге и думает, ну где у нас плохие дороги? Нормальные. А вот такая прекрасная дорога ведет к частному владению, где простым смертным и останавливаться нельзя. Вам тут же об этом заявят суровые парни в форме. Эвакуатор можем. Вызывайте полицию, эвакуатор. Сперва полицию, потом эвакуатор. Можем. Машина подъедет, встанет, будет угодно стоять до вечера. Это при том, что дорога и стоянка у дворца построена и содержатся в идеальном состоянии за счет государственного бюджета. В чем нас поспешили заверить чиновники Киевского областного автодора. Даже схема прилагается. Вот от трассы Киевчоп до села Лесное. Это параллельная ей дорога, которая находится на 10 километров дальше по трассе Киевчоп. Вот она в таком состоянии, что скорость больше 20 километров в час набрать невозможно. Эта дорога – чемпион по количеству ям. Водители метко описывают ощущения от поездки по ней. Дорога в жутком состоянии. Но она, конечно, ужасная. Ужас, ужас. Никто важный на этом пути не живет. Здесь землю давали труженикам стратегически важных предприятий и научным сотрудникам. Здесь танкозавод, авиазавод, атомстрой рядом. Только мы, подразделение, из Академии. Мы замерили, что в день по этой дороге проезжает около тысячи автомобилей. В выходной значительно больше. Дачники доламывают асфальт. Кстати, тем дачникам, которые ездят на автобусе, скоро придется ходить пешком. Экономическая целесообразность автобусных перевозок под большим сомнением на такой дороге. Как ни странно, но дорога эта хоть и находится за сотни километров от фронта, военная. И несмотря на то, что на тысячу машин лишь одна проезжает черными номерами вооруженных сил, ремонтировать ее по букле закона должны они. У Министерства обороны в отношении этой дороги уже сложилась традиция раз в пять лет выделять деньги на ремонт. В этом году праздник. Выделили. Диво, не диво. Как говорится, выделены были кошты, а Министерство обороны в сумме 200 тысяч. На эти кошты был укладен договор. Работа в разгаре. Праздничный каток вкатывает в дорогу горячий асфальт. Гарантия? Ну, конечно. Какую гарантию? Честно, я не знаю, что надо в начальство. Не меньше двух роков, это точно. Но вкатав в асфальт выделенную сумму, каток останавливается. И выясняется, что менее половины дороги отремонтировано, а до самых глубоких ям каток так и не докатился. Далее, на жаль, курсы закончились. Военные нам сообщают, что они отремонтировали пять с половиной километров дороги. Сейчас мы замеряем, так ли это. Вот поворот на Николаевку. Обнуляем километраж. И все. Погнали. Мы проехали вот два километра ровно. Два километра. Сейчас начинается отремонтированная часть дороги. Мы подъехали к воротам воинской части на одометре 4,2. То есть 4 километра 200 метров. Как вы пять с половиной километров-то отремонтировали, товарищи полководцы? Еще раз. На балансе воинской части стоит участок длиной в 4 километра 200 метров. Отремонтировано два километра. Отчитались за ремонт пяти с половиной километров. У местной громады паника. Чего ж теперь мы будем собирать копейки и платить за дорогу? Пять лет ждали ремонта, сами сбрасывались на ремонт. А оказывается, проблема не решена. Надо снова сбрасываться. Лучший вариант посчитать сколько это денег надо. Ребята, 25 лет. Улетают тревожные письма на кабинет министра, в Министерство обороны, в областную администрацию, районные инстанции и ведомства. И возвращается вердикт. Добивайтесь передачи дороги с балансом Министерства обороны в Киевоблавтодор. И если военные готовы к такому обороту, то служба автомобильных дорог в Киевской области может и хотела бы, но не может. Включение в межу загального користования будь-яких других дорог с передачей их на баланс службы является неможенным. Этот процесс стал невозможным из-за реформы, направленной на децентрализацию. Такие бесхозные дороги должны по новым правилам перейти на баланс местных советов. Это не решит проблемы. Эта дорога находится на стыке, скажем, на границе двух районов. А она находится на окраине. И я думаю, что никто этим заниматься не будет. Как эта вот часть дороги в той же многострадальной Николаевке. Эти ямы числятся за сельским советом. Но денег на их ликвидацию нет. Тем временем в Черкасской области люди решили не ждать милости от государства, а сделать дорогу самостоятельно. Хотели организацию нанять, а там надто дорого. Собрались всем селом и выложили новенькую дорогу. Выходят, одни строят дороги за свои деньги, ищут объездные пути, добиваются хоть какого-нибудь ремонта от государства. Другие пользуются вечно гладкими ровными дорогами, которые строятся и содержатся за счет того же государства. Алексей Топчий, Юрий Педлесевич, Дмитрий Волков. События недели.